приветствую вас мои добрые друзья сегодня вас познакомлю с одной из боевых задач для нашего вертолета ирокеза на сервере svg черкес здесь мы будем перемещаться при помощи вот этого навигатора который нам вот этой красной линии показывает линию заданного пути а если по карте мы будем двигаться за десантом вот с этой точке на мы сейчас здесь на вот эту или ческую собираем десант и потом продвигаемся на юго-восток через кубинку сторону альбердуковской и вот здесь на полосе на дороге мы высадим десант потому что отсюда двигается вражеская колонна колонна так что мы сейчас потихонечку начнем сейчас вот идет я показываю вам трек прошел маршрут высадил десант я просто покажу как это все буду выглядеть вот сейчас я настраиваю навигатор и после этого я уже буду выдвигаться но по линии заодно вот сейчас идет марш марш масштаб я могу вот этими кнопками делать масштаб крупнее или меньше здесь вот карта на красном фоне здесь у нас север сверху есть фон красный карта на черном фоне крутится вот этим колесом можно поворачивать карту во все стороны сейчас в этой линии за одного пути мы готовимся полету по его плану здесь одна только конструкция особенность этого навигатора вот нс-430 дело в том что она измеряет высоты вашу высоту строго над уровнем моря то есть система навигации gps это спутниковая навигация спутник вас видит сверху и он относительно уровня моря вас уже определяет вот здесь выставляется высота мой скорость путевая вот это курс а вот здесь высота видите высота 557 высоты здесь измеряются по уровню моря с над уровнем моря так что вам придется следить за своей высотой по вот этому радио высотомеру вот который вы будете контролирует свою высоту так что подготовка к полету особенно к его плану это процедура очень длительная вот здесь шкала с нашим курсом которым находимся в данный момент этим колесом поворачивается параметры которым мы можем здесь назначать сами через пункт меню и кнопкой интер вращаю колесо вот это либо большое здесь у нас идет сейчас включена система навигации если у нас здесь горит большой большая плашка но позиция gps нас переключаем на эту кнопку и здесь любит по радио маякам определять наше положение на карте вот сейчас я здесь включил эту карту где у нас сторона света как на стандартных картах север у нас находится наверху в верхней части наша линия заднего пути находится вот сюда если смотреть по карте то мы должны по идее вот наши точки базирования пролететь вот сюда потом повернуть уже на ильичевску а уже от нее пойти мимо кубинки и сторону оливердуковской но мы пойдем сразу на кубинку чтобы уже не терять время на запись на обработку видео а пойдем на кубинку и посмотрим вот линия заднего пути у нас ушла влево то есть мы должны были быть там но мы пойдем на кубинку и линия заднего пути которая будет серкеска на кубинку появится здесь потом мы дойдем до точки 3 и нам курса за курс новой линии задаст уже навигатор определив где мы находимся при движении по линии за одного пути здесь идет предупреждение об отклонении если вы куда-то отклоняетесь вот за этот радиус вы можете сделать больше или меньше радиус то уже будет предупреждение что вы отклонились от линии заднего пути так вот здесь мы видим линии электропередач по правилам линии электропередач проходят не над проводами а над самой мачты над именно столбами а не над проводами потому что провода они слабо видны а если вы ведущие за вами идет ведомый обязательно предупреждайте он будет знать что вы он провода не видит он дальше вас поэтому вы проходя над опорой линии передач ведомый ваш будет узнать что опора под вами и он будет ориентироваться тоже на нее либо пойдет выше согласно заданию так ну здесь впереди кубинка при приближении к ней будет желтый дым маркерный дым отмечающий площадку для посадки и санта поэтому мы сейчас к ней будет подходить вот он желтый дым мы потихонечку пойдем на посадку заходить лучше вот здесь с левой стороны потому что здесь лесопосадка палатка и площадка находится в тени деревьях поэтому заходить лучше вот с севера вот я сейчас поворачиваю сюда и постараюсь зайти отсюда на площадку для посадки десанта на черкесский для подбора десанта именно малой транспорт авиации как вот и ракист именно в этой месте здесь группы десанта разбиты на мелкие части то есть по восемь человек здесь мы можем их подобрать а в узи гурте там группы по 20 человек они предназначены для камни восьмых них посадочных мест больше поэтому мы садимся здесь и сейчас я буду активировать десант для посадки нашу машину здесь палатка команды здесь сейчас я активирую десант вот здесь я активирую десант справа радио меня и бойцы сейчас появится вот появились десант они здесь четыре группы но мы сможем взять только одну вот они подготовились посадки потому что если бы было бы два транспортника он бы забрал всех большой а наш маленький транспорт может взять только одного потому что нас место немного более я погрузили на борт еще и двух боковых стрелков потому что на всякий случай для самообороны вот десант произвел погрузку и сейчас мы пойдем на узи гуту мимо десанты пойдем дальше в сторону продвижения колонны найдем место для досады и высадим наш десант все десант погружен остальные будут ждать следующих транспортных машин вот здесь у нас новая линия заданного пути появилась мы пришли отсюда теперь мы пойдем в сторону и живут и живут и живут а раз здесь мы здесь вот так сейчас я здесь настраиваем план полета чтобы все уже быстро и потихонечку улетел все мы полетели дальше теперь на узи гуту поднимаемся повыше провода столбы уже вынимем в поле и потихонечку на предельно малой полетим на узи гуту здесь вот линия заданного пути идет здесь можно на желтом фоне смотреть желтый фон уже изначально зашит вы продвигаетесь вдоль линии заданного пути вдоль маршрута а если крутить колесо то здесь появится вот черная карта там эту карту можно уже поворачивать вот сейчас здесь меняется масштаб мы идем с третьей точки в сторону четвертой путевой точки ппм здесь видите втпппп3 здесь те точки которые уже будут в обратном уже обратно сейчас мы находимся на линии заданного пути которая идет вот я показываю здесь параметры настроечные второго диска можно все настраивать под себя хотите в футах в натовских измерительных масштабах хотите в метричной вот наша скорость вот курс вот метры это высота сейчас я перевел здесь все показания в метр поэтому мы потихонечку будем продвигаться выше руки так что пока летим и смотрим вот впереди у нас там перед горами перед горой находится уже сейчас секунду микрофон выключен вот и Продолжение следует... 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 сейчас выскочим на Али Бердуковскую осмотримся, чтобы не было никаких подозрительных движений и пойдем на юг искать колонну колонну я вам покажу и где можно высадить десант самый оптимальный вариант здесь слишком высоко подниматься нельзя потому что вот там дальше уже есть ЗРК дальнего действия которые могут вас засечь и немножко покалечить поэтому стараемся здесь сильно из-за горы не выскакивать восьмерки здесь тоже высоко не прыгают поэтому вот мы выскакиваем на поселок сейчас пойдем здесь над лесополосой пониже потому что вот с этой с правой стороны когда идешь на газели идет оно далеко но интенсивное облучение а мы сейчас нырнем вот в этот распадок чтобы прикрыться вот с правой стороны потому что там блокпосты вот в этот распадок мы сейчас запрыгнем и уже вдоль лесополосы понизу распадка мы вот здесь и выпрыгнем на поселок то есть мы сейчас будем двигаться вот здесь вертолет вертолет маленький двухлопастной поэтому он весь такой шевелится качается стороны стороны болтается он очень чувствительный ко всем ручкам ми-8 он большой здоровенный и нет такого мотыляния как у этого поэтому и полет кажется такой хаотичный кстати лечу я абсолютно без триммера я нигде не триммируюсь у меня постоянно рука на руси то есть триммер у меня здесь не работает никогда я им редко пользуюсь потому что эта машина триммер хорошо когда-то вот на средних или малых скоростях вернулся потихонечку затримировался не идешь а этот когда идет колонна или ваших ваш строй со скоростью 180-190 тут уже надо догонять вот мы уходим влево на 90 градусов потому что там уже вражеские блокпосты а мы идем в эту сторону вот по этой дороге искать врага вот оттуда с юга на наш на нашу в нашу сторону направляется колонна колонна противника противника довольно большая поэтому мы сейчас в бой не вступаем близко не подходим высаживаем десант и уходим на базу на базу наша задача высадить людей десант мы высадим как я говорил вот здесь вот в этом месте как раз здесь лес прикрывает их от дороги высадим здесь а колонна двигается уже от себя колонны я вам покажу ее издалека будет видно как только я высаду десант колонна поедет и и и и и и вот я приближаюсь к лесопосадке потихонечку уже начинаю оттормаживаться и снижаться потому что вот за этой лесополосой враг вот я сейчас поднимаюсь повыше чтобы осмотреться враг вот здесь это точно вот здесь мы будем высаживаться а колонна вот мы будем сажать машину в лесопосадку в лесопосадку вот здесь выкинем просто колонна уже оттуда чешет сейчас покажу сейчас мы здесь подсядем и уже я буду собираться уходить колонна зайдет в район вот этой высополосы то есть мы уходя уже будем под обстрелом здесь нужно быстро аккуратно высадить уйти сажаем машину сажаем хочу поближе подъехать на кресополосе кресополосе просто уже буквально вот за ней находится противник колонна двигается вот я ближе высвел к дороге а колонна здесь и она рядом вот я высвел вы засаживаем десант вот мы прибыли мы прибыли засаду нажимаем появляется десант вот все десант готовится к атаке в засаде расположение а вон уже колонна то есть нас уже начали обстреливать поэтому мы сейчас будем отсюда уходить колонна рядом потихонечку убегаем из-под пуль врага пониже и уходим вот наши ребята побежали а вон колонна позади нас начинают стрелять но мы никого не боимся и убегаем но ребята сейчас уже там разберутся вон пальба пошла и туда и сюда конечно десант маленький то что могли мы сделали вот и пытаясь на предельно малую прыгнуть меня больше не достали вот ну вроде мы ушли вот еще там враг что-то пытается но наши ребята уже вступили в бой а мы уже уходим домой на базу за новым десантом ну вот так вот примерно приблизительно это и выглядит если было много вертолетов транспортных и прикрытия можно было бы устроить обширную такую засаду а так здесь по всем этим здесь несколько задач здесь задача есть для штурмовой авиации и для транспортной и для разведывательной в общем тут здесь только вот основной район указан и наш район район противника а вот вдоль вот этой дороги и вот в общем поле деятельности и работы большое то есть если вот так открыть то вот всех ну вот так вот а здесь учебный центр и полигон полигон черкесск 3 1 так и выглядит я думаю вас я познакомил слегка так что милости просим пишите звоните в дискорде в тс будем летать и тренироваться ну вот всем спасибо за просмотр и за терпение сегодня я посвятил этот ролик нашему первенному первенцу и рапезу ну а газель уже в следующий раз спасибо и и и и Продолжение следует...